Ради Завета. Вторая книга Параллипоменон, 21 глава, с 1 по 10 стих. И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия. Все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился. И умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. Тридцати двух лет был Иорам, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Водни его вышел Эдом из-под власти Иуды, и поставили над собою царя. И пошел Иорам свои начальниками своими, и все колесницы с ним. И, встав ночью, поразил Эдумиян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Эдом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога Отцов Своих. Размышления. Часть 1. Благочестивое руководство. Вторая книга Паралипоменон. 21 глава. С 1 по 5 стих. 2. У царя Иосафата множество сыновей, и он раздает им большие подарки и укрепленные города. 3. Хотя любой из них может претендовать на царство, Иосафат отдает его Иораму. 4. Это не просто прихоть отца. Иорам – первенец, а потому полноправный наследник. 5. Но над ним давлеют неуверенность и страх. Взойдя на престол, Иорам истребляет собственных братьев и некоторых князей. 5. Это показывает, как опасно доверять роль руководителя неподготовленному или неподходящему человеку. 6. Люди, находящиеся в позиции лидеров, должны почитать за честь для себя, быть готовыми учиться и заботиться о благе людей. 7. Как вы себя ведете, когда ощущаете неуверенность и страх? 8. Как вы можете готовиться быть лидером, угодным Богу? 8. Размышления, часть 2. Божья милость. 2. Вторая книга Паралипоменон, 21 глава, с 6 по 10 стих. Иорам подражает образу жизни царей израильских. Он женится на дочери Ахава и делает злое в глазах Господа. 9. Неумение покориться Богу приводит его к нечестивому союзу с домом Ахавы. 10. Вправление Иорама против него восстает и дом, и ривны, потому что он отвернулся от Бога. 11. Этот царь не служит людям и не ведет их к Господу, но он до поры сдерживает гнев. 12. Бог помнит завет, заключенный с Давидом, о том, что не погубит дом его. 12. А Иорам, невзирая на такую милость Божью, продолжает править нечестиво. 13. Мы должны не уподобляться царю Иораму, а смиряться перед Богом и благодарить Его за благодать и милость к нам. 14. Когда вы ощущали милость и благодать Бога, как вы сегодня можете напомнить себе о Божьих обетованиях в Завете? 14. Молитва. 15. Отец Небесный, я прихожу к Тебе через Сына Твоего Иисуса Христа и прошу, пожалуйста, помоги мне во всем покоряться Тебе. 15. Я хочу ходить пред Тобою так, как угодно Тебе. 15. Спасибо за Твои обетования о милости, благодати и любви. 16. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok